В следующем году медсестра Самарского кардиодиспансера Марина Крюкова отметит 40-летие своей профессиональной деятельности. Говорит, за эти годы ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с этой профессией. Помогать другим мечтала еще в детстве, лечила и кукол и животных. А однажды удалось спасти голубя. С осумным крылом, помню, мы на даче были. Ну, видимо, он либо упал с высоты. И это... Пришли, он, ну, грубо говоря, ползает по земле, тащит с собой крылышко. Все. Ну, слезы. Маму давай возьмем. Естественно, все. Ну, вот из него в врачу, конечно, сама-то я тогда еще была маленькая, не смогла. Ну, помогли. Говорит, больше всего любит работать с детьми, но с ними же и сложнее. Ведь малыши не всегда могут объяснить, что болит. Ситуацию порой осложняют и родители, которые точно знают, как нужно лечить. Девая нагрузка. Ребенок и мама. Я с мамой осложняю. Особенно сейчас, когда все очень юридически подкованные, когда все приходят подготовленные, интернет, соответственно, им в помощь, они все знают. Даже иногда лучше врачей. Ну, и как бы вот приходится как-то находить общий язык и с ребенком, и с мамой. Иногда, рассказывает медработник, важно оказаться в нужном месте в нужное время. К примеру, однажды на прием к врачу женщина приехала в сопровождении мужа, который в коридоре потерял сознание. Оказалось, остановка сердца. Сотрудники кардиодиспансера спасли пациента. Ну, соответственно, начинаются реанимационные мероприятия. Отключаем бригаду. И когда через три дня идет человек улыбатель на встречу, мне кажется, это самое лучшее, что может быть на свете. Радует, потому успел помочь человеку. Бакатле Чехова в профессии тоже человек не случайный. Медсестрой решила стать еще в детстве. Ну, с самого раннего детства я всем куклам делала уколы, перевязки. Все куклы у меня были перебинтованы. Всем оказывала первую медицинскую помощь. Вот, пыталась их накормить, напоить. В итоге уже более 30 лет трудится медсестрой. Училище окончила в Оренбурге, там же работала в онкологическом диспансере. Затем в кардиохирургии. С 92-го года в Самарском кардиодиспансере. По словам Бакатле, скучать не приходится. И эмоционального выгорания тоже нет. Профессия требует постоянного обучения и движения вперед. Это сложная, но очень интересная работа. Плюс это всегда развивается хирургия. То есть всегда есть стимул и развиваться самой, всякие технологии, как бы осваивать уже, которые более передовые, допустим, в операциях. Потому что наши хирурги развиваются, и вместе с ними развиваемся, соответственно, мы. Это сложная работа, но, скажем так, вот она дает ощущение того, что ты приносишь колоссальную помощь людям. 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Первые представительницы этой профессии не имели медицинского образования. Изначально за больными и умирающими ухаживали служительницы церкви и монахини. С 18 века медсестры стали оказывать помощь на поле боя. В России праздник отмечают с 93 года, с тех пор, как создали Ассоциацию медицинских сестер, которая поддерживает работников этой профессии. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.